Всем привет! Вы на канале Phantom 4.9.5 и в этом видео мы с вами обсудим, рассмотрим цены на скины и даты их выхода, соответственно, на скины, которые будут в новом сезоне Brawl Pass, точнее в новом обновлении, которое, соответственно, уже скоро должно быть. Значит, перед началом я попрошу поставить лайк под это видео, подписаться на канал тех, кто не подписан, ну и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои стримчики и видосики, соответственно, другие тоже. Все, будем начинать, значит, и начнем мы, соответственно, со скина на Джеки, это Аквабайкер Джеки, который будет, точнее, который будет доступен после того, как выйдет в новой зоне силовой лиги, соответственно, с обновлением, да, когда вы сделаете 100 побед, насколько я знаю, скорее всего, 100, даже там не побед, а игры, если не ошибаюсь, то есть делать 100 игр, проигрывайте, отыгрывайте, точнее говоря, он станет вам доступен и его можно будет купить за 25 тысяч старпоинтов. Идем дальше. Бокс Дэрил скин, который будет даваться по окончании, соответственно, праздника, вот это вот годовщины в Китае, годовщины открытия Брау Старса в Китае, этот скин будет бесплатно раздаваться, как сейчас вот нам, соответственно, раздаются подарочки в самый последний день. Идем дальше. Следующий скинчик, это у нас пляжный Мортис, выйдет он 25 июня и будет стоить 49 геймчиков. Скин без всяких там эффектов, просто чисто внешечка вот такая вот, неплохая, в принципе, внешечка, прикольная. Следующий скинчик, идем дальше. Дальше у нас идет Кока Роза, выходит она 2 июля, будет стоить аж 149 геймасов. Дальше у нас Динозавр Леон, выходит он 9 июля и стоить будет 79 геймасов. В принципе, цена неплохая. Эффектиков, я насколько знаю, только у него из атаки, там немножко изменена атака. А так по эффектам он, в принципе, только внешка, короче говоря, и плюс атака. Сразу после выхода скина на Леона будут выходить скинчики вот такие вот, футбольные, да, в честь футбола какого-то там, короче говоря, вы поняли, о чем я говорю. На Динамайка, Шелли, Прима, по-моему, на этих вот троих персонажей скинчики покупаются отдельно. Вот эти расцветки покупаются отдельно, то есть не то, что ты купил, допустим, один скин и сразу у тебя три расцветки. Нет, их покупать нужно отдельно. И стоить они каждый будет по 49 геймасов. Следующий скин Морская Нита, выходит он 16 июля и будет стоить 79 геймасов. Это тот самый скин, который победил в конкурсе от Суперселл. Бургер Лу выходит 30 июля и стоить он будет 79 геймасов. Макс Гермес выходит 13 августа и будет стоить 79 геймасов. У него, насколько я знаю, только анимация атаки, ну и, соответственно, внешний новый вид. Ужасная Би-Би. Точная дата скина пока что неизвестна. Есть только ориентировочную дату, называть ее пока что тоже не буду. Но получить ее может, соответственно, выиграв испытание, либо же купив, если вы не прошли испытание, купив потом за 49 геймасов. Трэшер Поко. 18 августа выйдет он, 149 геймасов будет стоить. Офигеть, конечно, как дорого, но скин офигеть какой офигенный. Честно, это для меня, это самый офигенный скин, даже я бы сказал, за все время игры. Даже тот же Злой Джин до этого Поко лично, по-моему, мнение не дотягивает. И этот скин я буду брать 100%. Дикий Стю. 15 августа и стоит он 49 геймасов. Вроде как в нем ничего особенного, просто внешний вид и все, а так никаких нет. По скинам все, кроме этого есть еще скинчик на Карла, которого я, к сожалению, показать не смогу. И есть еще скинчик на, соответственно, нового персонажа, я не помню, как он называется. Ну, соответственно, эти два скина будут покупаться за Брайл Пасс, условно говоря, 170 геймов. То есть нужно купить Брайл Пасс, и вы тогда сможете их забрать. Вот как-то так, значит. Ну и на этом все, я думаю. По максимуму постарался рассказать. Повторюсь, я напомню, чтобы не было такого, как в ТикТоке. Информация официальная. То есть официальной этой информации нет. Это 100% информация, цены все правильные. Поэтому, надеюсь, я не буду видеть комментов с вашими ценами, которые вы, скажем так, не знаете. Потому что очень много в ТикТоке набралось комментов, типа, по типу вот, а вот Нита будет стоить 150 гемов, а не 79. Нет, друзья, нет. Нита стоит 79 гемов. Эта информация 100%, поэтому прошу не писать подобные чепухи. Вот, все. На этом будем заканчивать. Подписочку оформляем, подписываемся на каналчик. Еще раз повторяю, ставим лайки, комментики пишем. Какие скины вы хотите покупать, какие будете или не будете вообще. Что вам вообще нравится, как вам вообще Брайл Толк понравился ли, т.д. и т.п. Все, пишем, не молчим, пишем, пишем, пишем. Отвечаю на все. Все, всем пока.